У нас сейчас ломает копья общественность и православная церковь. Очень много стало строиться храмов в Самаре. Растут как грибы, маленькие храмы, типовые, буквально за месяц их возводят, и они одинаковые. И как бы люди восстали против очередного маленького храмика, который хотят поставить на территории парка. То есть на той территории, на которой нельзя ничего строить. Вопрос у меня такой. Вот интересно все-таки ваше мнение. Как вы считаете, что лучше поставить один храм, непохожий, большой, и, допустим, один, либо поставить много одинаковых и маленьких? Как вы считаете, для города именно? Я считаю, что, во-первых, и тот, и другой вариант, они очень приемлемы. Все зависит именно от того, насколько хорош проект. Потому что в XIX веке строилось очень много замечательных типовых церквей по всей России. Они одинаковые, там, в разных селах, будем прямо видно, вот эта категория А, это категория Б, там, в смысле тип А, тип Б. И я в этом плохого прям ничего не вижу. Конечно, приятно какое-то что-то свое всегда, но это всегда дороже. Просто, например, просто гораздо дороже индивидуальный проект. Это тоже имеет большое значение, а церковь, видимо, нужна. Поэтому я просто призываю к тому, чтобы архитекторы очень хорошо делали проекты церквей, независимо от того, типовые они или не типовые. И если будет хороший проект, то мы пускай будет несколько. Пусть будет много одинаковых храмов. Ну, если они будут стоять рядом, это будет смешно, конечно. То есть это очень важно, как бы, расстояние между ними, да, имеет значение больше. То есть расстояние между ними должно быть максимально возможным. Чтобы не было смешно, когда в каждом квартале одинаковые ларев стоят. Ну да. Скажите, а успели ли вы бросить какой-нибудь взгляд чисто эстетический на наш город? Знаете, я не в этот раз, а полтора года назад был летом здесь, мы немножко погуляли. Замечательно, совершенно исторический центр, во многом, к сожалению, в плохом состоянии, как везде в России. Конечно, убивает огромное количество рекламы, но вот этот бич вообще российский, потому что, в общем, деньги даются начальникам, они дают клеть везде. А реклама какой? На домах, перетяги, баннеры? Перетяжки, баннеры. Этого всего должно быть просто на 90% меньше, чтобы вообще можно было смотреть город. Конечно, надо заниматься восстановлением памятников, но я могу говорить общие вещи, что это невосстановимое наследие, и то, что потом иногда делают такие реплики а-ля то, что было, это все, это видно, что это дешевая подделка, это не то. Поэтому надо очень внимательно, скрупулезно заниматься охраной памятников. И вообще все именно среды, потому что часто назовут два памятника, остальное можно ломать. Это не так. Всегда должна быть среда. Эта среда имеет огромное значение именно просто для настроения всех жителей любого города, как Москвы, так и Сама, так и Нижний Новгород. Например, тоже такая же проблема, где много исторической застройки, но, к сожалению, она часто в плохом состоянии, и отношение к ней соответствующее и чудовищное количество рекламы. Рекламу вообще надо делать просто совсем чуть-чуть, а кошечки для рекламы, все. И никто от этого не потеряет, все же будут поставлены в эти условия. Потеряют только те, у кого куча баннеров.